СИГНАЛ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СИГНАЛ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СИГНАЛ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сильвесар, а зайди к кому? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушай, а не хочешь в баню сходить? В смысле? Это меня что, воняет, что ли? Ну, да не особо. Заодно и попаримся, по Федоришиной порешаем. А то над нашим любовным треугольником уже весь отдел смеется. Когда? Да хоть сейчас. Ну, поехали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Товарищ подполковник, а двух девушек не подвезете? Нет. У нас срочное задание. Спокойной ночи. Что, опять подсапались, что ли? Да достали уже. Пошли. 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 Елена Васильевна, а вы домой? Домой. Тогда мне с вами по пути. Мы с Викой в кино собираемся. О, хоть один нормальный мужик нашелся. Ну, пошли. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О! Да подожди, дай подышу. Ты не смотри, что снаружи так скромно. Держи. Там внутри самая лучшая в области пар. А мы чего, без закуски париться умеем? А я Банечку сказал, там все есть внутри. Пойдем. Анатолий! Толик! Подстава, что ли? Твою мать! Твою мать! Сука! Стой! Стой, сука! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ушел. Я там дверь запер. Да на хрена его мочканул? Я случайно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ты как догадался, что вода изменит траекторию пули? Школьный курс физики. Школьный курс, небось, роликов в интернете насмотрелся. Черт! Это же теперь вы правы звонить, следователя надо вызывать. Только не Федориша, но то эти он явные путаны. Ты с перепугу сбрендил, что ли? Конечно, не Федориша. Мы тут с тобой соучастниками мокрухи стали. Кому из моих подчиненных позволят следствие вести? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Телефон накрылся. Домою он тоже на дне плавает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Елена Васильевна, скажите, что Бика выходила, а я ее жду. Да пойдем поднимемся, она все равно еще не готова. Пойдем. Ну, ладно. Вить, заходи. Привет, Том. Привет. Я с ней устала, как собака. Добрый вечер. Привет. Викуль, Витенька пришел. Проходи. Да не, я постою. Ой, какой скромный. Да дело-то не в скромности. Если вы подключите дедукцию, то увидите, что у него грязная подошва. А значит, тройчину в ней не может. Я тебе говорила, она не готова. Ни к чему. Разуться-то не тяжело? К сожалению, миссия невыполнима. Мам, вот он сколько сегодня на работе пробыл? Двенадцать часов. Вот видите, а если он разуется, то все мы задохнемся. О, Господи. Вот язык. Ты, наверное, следователем будешь, как мама. Не дай бог. Да уж, двое полицейских семей – это беда. Да. И мне такой муж не нужен. Поэтому бросай работу. Ну, мне нравится моя работа. То есть ты меня применяешь на работу? Я с тобой никуда не иду. Проваливай. О-о-о. Ну, характер. Она выпендривается. Поужинаешь с нами? Да нет, я пойду. Спасибо. Угу. До свидания. До свидания. Это сейчас что было-то? Ее язык и ее враг. В кого она такая? В кого? В Альберта в кого? Угу. Он что, реально ушел? Давай, догоняй. Угу, сейчас. А на что ты рассчитывала? На что я рассчитывала? Гражданка следователь. А как писать? Я, Манька, облигация или облигация? Пишите лучше, я подполковник Огорлицкий. Тогда, надеюсь, не ошибетесь. Девушка, ты языкасный. Шутки прекратить? Странно. Пальчики есть. Только на дверной урочке ведущая помощное отделение. Во всей бане вообще отпечатков нет. То есть как? Ну, по-видимому, здесь провели уборку. Понимаю. Там еще нож и пистолет, из которого нас стреляли, в бассейне плавают. Ну, и кто за этим нырять будет? Ну, точно не мы. Здравия желаю, товарищ генерал. Садитесь. Ну что, домылись, гомосики? Может, вы хотели сказать домоседа? Нет, я именно это хотел сказать. Товарищ генерал, там еще две проститутки убиты. И банщик. А, нет, все-таки не домоседы. А так, просто убийцы. Ну, это не мы их убивали. Это вообще не с нами шлюхи. А, нет. А, нет. Да я не умели до нашего прихода. Обидно. Не успели воспользоваться. Ну, только не надо нам шлить сейчас аморалку, товарищ генерал. Мы просто сюда приехали попариться. Товарищ генерал, я обязана отправить их на медицинское свидетельство. Я сейчас сразу предупреждаю, у нас в крови есть немного алкоголя. Мы выпили перед этим символически. Да кому интересно, сколько у них там промилле плещется. Все, удостоверение на стол. А они там? Я принесу. Здравствуйте, товарищ генерал. Здравствуйте. Вот, нашел. Они просто там в парилке сушились после того, как мы в бассейн нервничали. Да вы что, издеваетесь что ли? Значит так, допишут объяснительные и на экспертизу этих алкашей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо. О, опаздывайте, товарищ начальник. Привет. Привет. Ленка, проведёшь за меня планёрку, ладно? А ты что, отгул сделал? Нас с Дергачем на время следствия отстранили. В общем, там, да ерунда, мелочь. При сопротивлении стрелка одного заводителя. Проведёшь, ладно? Да. Спасибо. Да. Что-то он странный такой сегодня. Раз тебе заранее не позвонил, чтоб пожаловаться, да и пирожок не взял. Оно, надеюсь, ещё расскажет. Пошли. Мало того, что вы и подполковник Кагарлицкий были пьяны, что подтвердили медики, так ещё выяснилось, что Кагарлицкий звонил на сотового убитого банщика. Но он же нам баню заказывал. Да, но этот банщик работал там меньше года. А согласно распечаткам, Кагарлицкий звонил ему много лет. Даже когда тот работал продавцом овощей. А вам не кажется, что вопрос не по адресу? Может быть, лучше у самого подполковника Кагарлицкого спросить? Но вы тоже проходите по этому делу. И что? И одна из версий такая. Ну-ка. Исполнитель подполковника Кагарлицкого убрал банщика и проституток. И вас, майор, там тоже хотели убрать. И обставить всё так, что вы в притоне с кем-то не поделили проституток. Интересная версия. И зачем это Кагарлицкому? Чтобы вы не мешали его роману со следователем Федоришиной. Что? Да, мы и это знаем. У вас слишком буйное воображение, дамочка. Я не дамочка, а следователь прокуратуры. Вы свободны. Только не уезжайте из города, иначе я сочту это за побег. И позовите ко мне Кагарлицкого. Он с генералом встречается. А убитому банщику ты чего звонил? Даже когда он не в бане работал. Да он же из бывших бандюков неоднократно мне сливал неофициальную информацию. Но об этом я только вам рассказываю. Потому что вдруг кто-то захочет его семье отомстить. Ну, короче, у нас в управе тоже единства нет. А главная следовательша, которая ведет твое дело, из группировки моего зама. А его столица поставила, у него там мощная крыша. То есть просто вы нас отмазать не можете, да? Именно. Не могу и не хочу. Потому что уже на самый верх доложено, кого-то над крайним сделать. А, то есть если преступника не найдут, мы с майором виноватыми будем. Отлично. Вот именно. Посадить не посадят. Но под задмешалкой могут. Так что давай, привлекай Федоришину. Пусть поможет сбежавшего преступника найти. Нет, я тогда привлекать не буду. Иначе он тогда с паровозом пойдет. Ну, тогда выкручивайся сам. Я не могу приказать прекратить копать под тебя. Столицы не поймут. А туда уже доложили, что ты и майор выпивши были. А это уже аморалка. Ну, это тогда нам, не словно, собственно, безопасной заниматься будет? Да. Добрый день. Разрешите? Майор Прокопович, управление собственной безопасности. Присаживайтесь. Благодарю вас. Следователь Федоришин, чем могу помочь? Дело в том, что нам поступил сигнал и в рамках уголовного дела, возбужденного против подполконника Кагары Лицкого и майора Дергача. А что, возбудили уголовное дело? Ну, конечно. Разве не были оба пяны? Да и к тому же, там же обнаружены три расстрелянных трупа. И пока еще неизвестно, кто их расстрелял. Я была не в курсе деталей. Так вот, нам поступила информация, что вы, Елена Васильевна, сожительствуете и с подполковником Кагары Лицким, и с майором Дергачом. Верно? Что, с обоими одновременно? Не уточнял. Ну, видимо, по очереди. По очереди, да? Значит так. Кагары Лицкий – мой друг. Мы с ним вместе учились. Дергач – мой коллега. Ну, я так понимаю, вы сексист? И не допускаете, что женщина может быть другом и коллегой, да? Я попрошу вас не кидаться обвинениями в мою сторону. Тем более, что это сейчас моя прерогатива. А вы не волнуйтесь, успокойтесь и напишите, что вы с ними не сожительствуете. А я проверю ваши показания, опросив сотрудника вашего отдела. Никто свечку не держал, свидетелями быть не могут. Как знать, как знать. В моей практике не такое встречалось. Да вам или не знать, Елена Васильевна, что не всегда есть прямые улики, а иногда важны косвенные доказательства и даже оперативная информация. Ну, это когда расследуется уголовное дело. А сейчас это просто сплетни. Закончим диспут. Пишите, пожалуйста. Ну, чего мы здесь шаримся? Да я понять хочу, куда это второе делать, раз я его не нашел. Вас там на допрос ждут. Да не ной ты. Давай мы с тобой в неформальной обстановке будем на ты. У меня сегодня ночью жизнь спасся, как-никак. Судя по тому, как это следатчик настроено, ты с ее допросом можешь сразу в камеру загреметь. У меня-то генерал мне на это намекал. Черт, так не хочет туда ехать. Есть такое слово, надо. А есть такое слово, на хрена? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот, получите. Благодарю вас. Лен, ты видел этот хмырь с подвижной мордой тебя на аморалку проверяет? А ему нечего мне предъявить. Если бы у них было что-то конкретное, меня бы давно отстранили. Следакам пошел. Да. Ко мне тоже заходил. Хотел, чтобы я призналась в двойном сожительстве, что я с Дергачом и Горлицким по очереди сожительствую. Да ты что? Счастливая женщина ты, Лена. Ну, не говори, повезло. Ой, сказочный идиот. СМЕХ Лена, вы как начальник будьте добры, успокойте своего подчиненного. Твою мать. Витя, ты что с ума сошел, а? Ты вообще своей башкой думаешь? Что ты творишь? Идиот. Я, конечно, понимаю, что он типа ваш зять, но у меня служба. И я обязан проверять любую информацию. Да, но не при всех говорит, что Елена Васильевна гулящая. Следователь Радзянко, держите себя в руках. Я доложу куда следует. Пусть там дадут правовую оценку вот всему происходящему. Я приношу свои извинения. Вы просто так не оделайтесь. Все, вы... Вить, ну ты чего? Ну чего он? Лен, ну ты понимаешь, что ты под уголовное дело попал? Ну ладно, Вика все равно хотела, чтобы я уволился. Ну это хорошо, если уволишься. А могут ее и посадить. И это еще большое счастье, если условным сроком он делается. Дурак. Гражданин Когорлицкий, почему вы много лет звонили банщику, которого убили ночью? Вы сейчас так странно формулируете, можно подумать, что я убил. Отвечайте на вопрос. Есть. Но только вы в протокол не пишите, пожалуйста, ладно? Он был моим любовником, и я жду от него ребенка. Прекратите поясничать, вы же подполковник, вот и будьте серьезными. А если серьезных, это вы перестанете нас с майором делать крайними. Как это я вас крайними делаю? Так это парили мне там в бане мозги, вместо того, чтобы подельника убийцы искать. Или что, может быть, заказ получили, чтобы нас под статью с Дергачем подвезти? Как вы смеете? Смею, потому что ваша предвзятость так и лезет в глаза. Я же вам там в бане все рассказал и написал. Или мы, может быть, забыли напомнить вам? Прекратите, пожалуйста, на меня кричать. Товарищ следователь, как вас там, Ирина? Вам по должности не положено нервничать. Я сама знаю прекрасно, что мне положено. И вы меня неправильно поняли. Я непредвзятая, я просто неопытная. Я до этого только на архивных уголовных делах работала. А мои коллеги знают, что вы человек генерал и даже советом мне помочь не хотят. Я не знаю, как искать того, кто из бани сбежал. Ну, если вы, конечно, его не выдумали. Только он может подтвердить, что это не вы там бой не устроили. Да еще и выпившие. Ладно, простите меня. Только, пожалуйста, не дергайте нас хотя бы до вечера с майором. Мы попытаемся найти того соучастника или свидетеля. Договорились. Только вы меня, пожалуйста, не выдавайте. До вечера. Ну, в общем, потом в баню приехал генерал и приказал нам сдать ксивы. А на утреннем допросе что было? Ты зачем ее впутал? Миша, я сама ему позвонила. Ты же трубку не берешь. А я все равно к нам пристегну. Я не понял. Здравствуйте, меню, пожалуйста. Не надо ничего. Тогда я вас слушаю. Что принести? Чай ему принесите и какое-нибудь пирожное. Все. Одну минутку. Так как ты ее впутал? Меня ОСБшник на моралку проверял. Ведь ваши домогательства, они же всем известны, всем полицейским в городе. А Родзянко ему за это в нос дал. Ну, этого в лучшем случае по статье уволят. Нас тоже уволят. Миша, мне майор все рассказал. Я готова вам помочь. Нужно это дело раскрыть. Генерал тогда вам поможет и Родзянко тоже. Не будем мы тебя впутывать. Сами разберемся. Все, поехали. Да, Олен, так будет лучше. Ну и катитесь. Пожалуйста. А клиент уже ушел? Заверните с собой, пожалуйста. Чего ты приперся? Привет. Ты же не в меня влюблен, а в свою работу? Да я попрощаться пришел. В смысле? Походу меня посадят. Что? Да я там одному майору зарядил и... Ну, тогда надо с мамой поговорить. Она должна помочь. Она-то меня как раз за это ругала. Так что это уже никто не поможет. Ну, а сколько тебе дают? Ну, не знаю, может как три. Всего-то. Ничего всего всего-то. Ну, я тебя буду ждать. Только зэковские наколки не делай, мне не нравятся. Ну, не нарывайся на сокамерных. Так ей татуировки-то чего? А хочешь, с утра нас бежим? Серьезно? Блин, нуф ты, сумасшедший. Здравствуйте. Спасибо, что дождались. Здравствуйте. А вам спасибо большое, что так быстро приехали. Я заявление на следователя Радзянко написал. Побои зафиксировал у медиков. А Вашов сказал, что вы дело заведете. Конечно. Только сначала я вас опрашиваю. Пойдемте. Конечно. Что, допился? Ты фильтруй базар, начальник. Ты бы пожалел временно ослепшего. Ну что, узнал что-нибудь о залобитого банщика? Нет. На тебя посмотреть пришел. Точнее, пощупать. Конечно, узнал. Лет пятнадцать назад он с Ивантеевским якшался. Вот их всех потом пересадили. Некоторые в бега кинулись. А вот банщика них кто б что-то не тронул. Ну да, на Ивантеевских трупах выше крыши. Что еще скажешь? Недавно Ивантеев неделю назад откинулся по актировке. Ну типа инвалид. И почему-то сразу бросился в бега. А сейчас на конспиративной хате ныкается. Кстати, вот его адресочек. Ну да. Почему-то осуждение преступников мы отслеживаем, но вот их соблаждение. Спасибо, Шатун. Это реально важная инфа. Спалился. А все от жадности. Ты зубоскалить будешь, я расценки подниму. Магическая сила бабла. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА То, что убитый банщик с Ивантеевскими работал, я и сам раньше знал. А чего его тогда не посадили, когда их группировку дербанили? Он же тогда мелкой сошкой был. Ты знаешь, я вот про месть Дружков тоже подумал. А Ивантеев, когда откинулся, он мог завалить этого банщика, а проституток заодно как свидетель. Ну да. Не зря же он на нелегальное положение ушел. Слушай, если его адрес есть, может, навести? Я не забыл, что мы с тобой не при исполнении? Ни ксив, ни пуш к собой. Да там инвалид здоровья оптирован. Да я сам понимаю, что по-другому нельзя. Если ты не заметил, я уже рулю в его адрес. А я-то думаю, куда вы едете. По вашему приказанию доставлено. Заходи. Как поживаешь, Витя? До встречи с тобой было все замечательно. Ты чего меня сюда приводом привела? Так ты сотовый отключил? Или хотел с невестой страстно попрощаться? А ты что, до сих пор ревнуешь? Это ж вроде ты меня бросила. Это ты меня бросил. Хотя я, знаешь, тебе благодарна. Я хотя бы замужем за хорошим мужчиной. Это все, что ты хотела мне сказать? Тогда пойду. Сядьте, гражданин Родзянко. На вас поступило заявление от майора Прокоповича. Вы ударили его при исполнении. И прекрасно знаете, что за это бывает. Узнаю. Посижу. Как был тупым спортсменом, так и остался. Может, хватит меня оскорблять? Я вообще из-за любого другого следователя. Ты ко мне предвзято относишься. Тогда пока в камере посидишь. На выход, руки за спину. Сосед, ты нас заливаешь. Сосед! Стоять, полиция! ВЫСТРЕЛ Ну и что толку, что я тут стоял? А если у вас мужик нет? А я тебе что говорил? И не ори на меня, как потерпевший. Как хорошо, что вы приехали. Вот этот преступник хотел меня ограбить. Это же Евантеев. Так, а ну-ка дверку нам открой. Ага. Я даже не представляю, кто это мог быть. Да, конечно. Так мы тебе и поверили. Короче, оружие, наркотик есть, лучше сразу сдать. Да вы что, я законопослушный гражданин. Кончай придуриваться, Евантеев. И собирайся, с нами поедешь. Не получится на воле умереть. Вот только не ной, а! Ведь это же ты банщика заказал! И твой исполнитель сейчас нас стрелял! Сдашь подельника того, кто банщика с проститутками завалил. После поверки мы тебя отпустим. Я не понимаю, о чем вы. Все, собирайся, поехали. Ну что, Евантеев, может шепнешь по секрету, кто после тройной мокрухи из бани сбежал? И в нас, кто только что стрелял. Чуть попозже. Я все расскажу. Ну, только не вам, а следователю, который это дело ведет. Значит, ты все-таки мстишь за то, что тебе пятнадцать лет назад сдали. Конечно. А ты такое бы простил. Ну, все. Раскрыли дело. Че, таки будем без дела сидеть? А что ты предлагаешь? Надо в баню ехать. Я там следы поищу, а ты после нашим поможешь. Маш, я уже предлагала им свою помощь. Они отказались. Ну, им-то ладно. Им максимум увольнения светит. То, что пьяные были. А вот Витю как снар вытаскивать, я ума не приложу. Да, за него меня Вика живую сожрет. Вы свободны. Присаживайтесь. Что у вас за отдел такой? Почти полным составом законы нарушаете. Товарищ генерал, я как исполняющий обязанности начальника отдела несу ответственность за действия Родзянко. Но я прошу вас понять, он в нашей сфере человек новый и часто включает благородство вместо мозгов. Я замесил. А вообще он хороший, но немного инфантильный из-за спорта. Все-таки с детства ты тренировки в день. Товарищ генерал, товарищ генерал, лидер ОПГ Ивантеев, он же заказчик убийства. Помню, помню такого. Он сознался, что нанял исполнительность, чтобы завалить того, кто его сдал 15 лет назад, да? Я сейчас этого не отрицаю. Только я ведь по актировке освободился. У меня сейчас боли начинаются. Мне бы врача. А после я следователю все под протокол расскажу. Даю слово. Ладно, давайте в камеру его и вызовите скорую. Давай, на выход, пошел. Ну что, поздравляю с первым самостоятельным раскрытием. И поймали вы не абы кого, а главаря группировки киллеров. Исполнителя, думаю, тоже поймаете. Ну, когда этот расколется. Спасибо, товарищ генерал. Тогда я подожду, когда скорая уедет, и сразу же его допрошу. Давайте. Ну... Товарищ генерал, а как же Родзянко? Да, он очень способный следователь. Без него вся раскрываемость до ноль сойдет. Да. Товарищ майор, ты это, забудь, пожалуйста, претензии свои. А мы уж там сочтемся. Сочтемся. Конечно, товарищ генерал. Пойду лично его из камеры выгоню. Давай. Работаете? Угу. Ну, ты видишь, и без тебя дела раскрывать можем. Молодцы. Теперь ты снова начальник отдела. Интересно. А работа у меня такая. Чужой пасхоли проверять. Но мы ведь и коррупционеры, и предатели в рядах полиции тоже ловим. Так что хлеб свой едим не зря. В общем, гуляй, пока я добрый. Я понял. Извините. Субтитры сделал DimaTorzok Сука такая. Проходим. Стоять. Давай, давай, вперед. Сел. Получите. Спасибо, вы свободны. Надо, чтобы он остался. Это важно. Ну, хорошо. Как вы себя чувствуете? Спасибо. Скорая помогла. Хотя для больного онкологии это временное облегчение. Вы обещали рассказать, кому заказали банщика и проституток. Маленькое уточнение. Я обещал сказать, кого заказал. За то, что он 15 лет назад меня сдал. И банщик тут ни при чем. Он у нас в шестерках был. Я ничего не знал. Так что, я не в курсах, кто его завалил. Так... Но я все эти годы выживал. И, наконец, будучи уже больным раком, у меня последняя стадия. Освободиться, чтобы отомстить тому, кто меня сдал. Тому, кто оставил меня бешеной. Тому, что сделал так, что мои дети выросли без меня. Я дал все свои закопанные накопления, чтобы этого стукача грохнули. Какого стукача? Вот тебе не показалось странным, что Шатун только узнал мой адрес, тут же сообщил тебе. Да-да-да, а ты своим появлением у меня на конспиративной хате только подтвердил, что это он стучит. Я ведь только ему адресом шепнул. Только уж ты больно быстро нарисовался у меня на хате, и чуть не взял моего исполнителя. Да и все эти годы догадывался, кто меня сдал. Сука! Прекратите! Отмени заказ! Отмени, я говорю, заказ! Слышишь, сука, отмени заказ! Что? Убьешь меня, что ли ты мне? Меньше месяца осталось. И уже поздно. Мой человек, его грохнул давно. И вам его не найти. Что? Что такое? Дежурный! Скорую вызывайте! Что же такое? Семенович, быстро поехали! Давай, давай, Радуй, давай! Еще раз будешь кулаками не по делу махать, я тебя лично выкину. Никакая будущая теща не поможет. Я больше не буду за него заступаться. Да я понял. Последний раз это было. Вы меня обманули! Кто-нибудь обещал на ней жениться? Да не они, а лично вы. Вы мне обещали это дело раскрыть, и я вам поверила. А Ивантеев к бане не имеет никакого отношения. И сознался он только в том, что заказал стукача вашего оперативника. Дергач где? Туда уехал. Так надо за ним! Так тихо все! Алло, майор, помощь нужна? Лады. Если что, сразу сообщай. И получается, ничего я не раскрыла. Зря генерал поздравлял. Ничего и не зря. Присаживайтесь, посмотрите, как мозговой штурм идет. Прошу, пожалуйста. И ты сядь! Родзенко, ты тоже сядь! В общем, мы в курсе ситуации, но проясните, пожалуйста, детали. Значит, в бане были убиты именно проститутки и индивидуалки. Их вызвали с телефона убитого банщика. Подполковника Кагарлицкого и оперативника Дергача стрелял неизвестный, которого они убили. У него документов нет, а в нашей базе нет его отпечатков. А самое интересное, знаете что? Что нет ни одного отпечатка пальцев, кроме наших с Дергачем. Ну, не исключено, что это не преступник сбежал, а свидетель, который просто прятался в бане. Ну, или же сам киллер. А убийца участник? Нет. Это был подельник убийцы. Поэтому он устроил генеральную уборку после убийства трех человек. И, скорее всего, он был судим. Просто так тщательно заметал следы. А зачем он тогда выходил? Возможно, отогнать машину. Они не первый раз были в этой бане, но первый раз столкнулись с банщиком. Он там недавно работал. И убили его, поняв, что у нас бывших бандитов. Так, значит, надо допросить предыдущего банщика и показать ему фото убитого. Родзянка, Папецка, займитесь. Так я и сам могу. Нет. Я запрещаю ходить по одному. По крайней мере, пока это дело не раскроем. Тогда я с ними поеду. Конечно, это же ваше расследование. Командуйте. За мной. А можно, когда все закончится, я вас домой... Зря стараешься. А не сразу замужем. Это я тебе сказала, чтобы позлить. И ваш симпатичный опер обязательно меня проводит. Ты что, обалдел? Что, вы же не все. Да я пошути, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Живой. Вот видишь, начальник, как моя конспирация помогла? А ты меня еще шизиком обзывал. Ивантеев, сука, киллера на меня подослал. Ты его пушил? Да. И фотография у него, блин, моя была. А что это он пишет? Явку с повинной. За то, что пришел по мою душу. И еще за две мокрухи, которые он совершил ранее. Пиши, блин. Я там не убивал. Я на шухере стоял. Граждане и сотрудники. Он бешеный. Он меня пытал. И это, изнасиловать грозился. Ты не заливай. Короче, начальник, спалились мы с тобой. Мне бы это на дно залечь. Подожди. Подержись, Семенович. Пойдем. На, держи. Пин-код пришлю. Спасибо. Спасибо. Ну, давай, королись. Чего это он на тебя работал? Ты пиши, пиши. Да он когда-то честным вором был. А его свои в стукачестве заподозрили. И жены убили. Вот такие же. Свои. Ну, и он меня сам нашел. И сдавать их потихоньку начал. Так это, значит, он идейный? Слушай, а давай этого киллера грохнем. Ну, при попытке к бегству, а? Тогда твоему стукачу не надо будет скрываться. Не надо. Не надо. Я ничего никому не скажу. Ты пиши, пиши. А это он на чего? Спит, что ли? Да, в бассейне. Мертвым сном. Так вы его знаете? Нет. Я всех своих клиентов помню. А этот в загородную баню не приходил. Ну, что, получается, я Тониточка к раскрытию дела не привела? Получается так. Давай телефон. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, так это... Что-то с нами в баню не пошло. Да. Так мы с Петей потом помоемся. А. А. Я с удовольствием. Ну, как? Да никак не знает он его. Жаль. Значит, подельника убийцы мы не поймаем. А на нем три трупа. Куда едем? Обратно в отдел. Я не в отдел. Как себя чувствует стукачок вашего опера, который меня сдал? Отстыл, наверное, уже. Гражданин Вантеев, сейчас я проведу очную ставку. Какую еще ставку? Заводите. Сел. Ну, что, гражданин Вантеев, знаком вам этот человек? Ты его завалил. Не успел. Обломись, придурок. Шатун просил передать, что он тебя на одном месте вертел. Понял? Скорую вызывай. Не надо. Я вам больше ничего не скажу. Ни одного слова. Так как по конституции такое право имею. Вспомнил конституцию. В камеру этого, а этого я допрошу. Встал. На выход. Можно? Ну вот мы за вас еще и очную ставку провели. Ну, мы так и не нашли того, кто сбежал из бани. Выходит, Ивантеев и его киллер к моему делу никакого отношения не имеет. Подождите. Банщик из банда Ивантеева. У них там какая-то паранойя была, и они друг друга в стукачестве подозревали. И что? Когда Ивантеева и его подельников посадили, остальные пустились в бега. А если тот, кого вы убили в бане, узнал в банщике своего? И если его не посадили, он не пустился в бега, значит, он всех сдал. Дайте фотографию убитого. Так, мне нужно пару минут. Куда она? Так надо. Опять вы. Как вы себя чувствуете? Хреново. Жизнь. Прожил хреново. По молодости чуть-чуть. По беспредельничал, а потом все по тюрьмам. Дети без меня выросли. Жена с другим живет. И даже тому, кто меня сдал, не смог отомстить. Вы и ваша банда людей убивали. За это понесли наказание. Вы хоть и лидер, но какой-то нефартовый. Все время именно там проигрывали. Что вам нужно? Знаете его? А что я ты должен вам помогать? Я все равно скоро сдохну. И снисхождением мне зарабатывать не надо. Мне вас жалко. Я вам устрою свидание с сыном и дочкой. Даже если вы мне не поможете. Это Серый. По кличке Бульбаш. Он не местный. Он из Белоруссии. Раньше с нами работал. И брат его двоюродный тоже. Он тоже. Приезжий. Девять лет здесь отсидел. По одному делал со мной. Дешевый поддорок. И на зоне чертом был. Баба у него здесь жила. Так может и сейчас живет? Адрес помните? Может быть. Переулок Песчаный. Дом рядом с булочной. Третий этаж, дверь прямо. Спасибо. Только свидание с детьми не надо. Чтобы они меня таким видели, не хочу. У них своя жизнь. До них я давно уже умер. Дежурный. Тогда я звоню группе захвата, чтобы они его брали. И сама потом туда подъеду, чтобы сделать обыск. Только как задержат меня, позвоните. Конечно. Спасибо вам. Ну, вот и разобрались. Можно кофе попить. Лен, погоди. Мы тут хотели с майором предложить тебе выбор сделать. Ну, кого ты из нас двоих выберешь? Понятно. Пока я выбираю работу. И вы давайте заканчивайте своими домогательствами. Меня уже в двойном сожительстве обвинили. Из-за вас. Облом. Ну, она не сказала нет. Ну, ты заметил, вот это вот пока выбираю работу. Вот это вот пока, оно обнадеживает, да? Значит, будем ждать. Майор, пойдем хоть в баню, что ли, сходим? Да хватит уже, побарились. Теперь я только дома моюсь. Живее, пацаны, живее. Добрый вечер. Здравствуйте. А вы как здесь? Не стреляли ведь? Так я же оперативник. Ирина, а что вы делаете завтра вечером? Так это, киллеров допрашивала. Потому что этот в бане с двоюродным братом был, узнал банщика и решил его убрать. Ну, и проституток заодно, как свидетелей. Потому что после срока снова людей убивал. Правда, в Белоруссии, где в розыск попал. И боялся, что банщик, бывший подельник, проболтается, что он приехал. А можно я сейчас с вами? Извините, мяса нет. Позвольте. Прошу. Да, спасибо. Позвольте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok